В Кимрах на территории нового инновационно-промышленного парка «Савеловский» будут синтезировать и обрабатывать алмазы. Решение об этом принято на заседании Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тырской области. Подробности у Натальи Чекет. Планируется, что технопарк в Кимрах будет одним из крупнейших в регионе. Его площадь составит 150 тысяч квадратных метров. Инновационно-промышленный парк создается на территории бывшего Савеловского машиностроительного завода. Здесь будет площадка по синтезу и обработке искусственных алмазов. Сейчас на промышленной площадке в Савелово идут работы по модернизации и восстановлению инфраструктуры. Данный проект сегодня имеет особое значение для обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации, потому что носит цель разработку производства наукоемкой, технологическиемкой, энергоемкой продукции для реального сектора отечественной экономики. На предприятии используют технологии по созданию монокристаллов-алмаза. Из них получают различного рода пластины, которые используются в электронике, медицине и оптике. А некоторые применяются в ювелирном деле. Недавно сотрудники компании в Санкт-Петербурге установили мировой рекорд, вырастив один из самых крупных и чистых алмазов в мире. После огранки он стал крупнейшим синтетическим бриллиантом. С открытием технопарка создание таких кристаллов станет, возможно, и в Тверской области. 16,04 карата. Качество этого камня одно из самых лучших в ВИЭС-1. И цвет считается самый-самый топовый – это цвет Ди. Именно этот кристалл мы вырастили, он был именно изначально в алмазе. Он составлял более 50 карат и рос порядка 400 часов, это у нас 15 дней. Применением технических алмазов связаны и развитие микроэлектроники, высокоточных оптических приборов и систем последнего поколения, медицины, в том числе нейрохирургии. Эта продукция востребована предприятиями космической и оборонной промышленности. Очень интересный материал, его можно использовать везде. У нас есть технология поликристаллического воспекания алмаза, это порошок. Из него мы уже делаем различного рода алмазные инструменты для работы с бетоном, либо в нефтянке это буровые долота, так называемые педисерисцы. На территории кластера в Кимрах помимо промышленных цехов будет работать лабораторный комплекс, занимающийся исследованиями в области выращивания и применения искусственных кристаллов. Также на заседании рассмотрен вопрос о включении в перечень приоритетных инвестиционных проектов Тверской области двух проектов в сфере импортозамещения. Один из них – это расширение производства посуды с антипригарным покрытием в Конаковском районе. Это не только повторение того, что мы уже умели делать, это и расширение ассортимента. Аналогов такой посуды нет в России, я имею в виду отечественных производителей. И поэтому мы достойно заместим поставщиков импортных, выпуская новую красивую качественную посуду. Кроме того, на заседании одобрено включение в перечень приоритетных инвестиционных проектов региона развития в Твери действующей производственной площадки торговой сети «Магнит» по выпуску собственной продукции, в том числе чая и кофе, экстразионных хлебцев. Это толчок к устойчивому развитию, это помощь в реализации проекта конкретно города Твери, это рабочие места, это новые производственные линии и продукция, которая поедет в разные города России. Статус приоритетных инвестпроектов дает предпринимателям возможность воспользоваться особыми мерами поддержки со стороны региона, в том числе правом на применение инвестиционного налогового вычета.